Значит, друзья, мы находимся в Затоке, возле местного райотдела. В такой мы одежде пляжной вымазали, я мангал разжигал. Значит, пришли ребята, которые рассказали, что ночью они пошли в кафе. Значит, в кафе сели попить кофе. В кафе началась история, там их принесли им счет, цена за кофе была не та, которая указана в меню. Они позвали администратора, администратор пришел, начал им угрожать, мол, сейчас голубь отбиваем, давайте платите, валите отсюда. Значит, люди вызвали полицию. Полиция долго вообще ехать не хотела, но так как заявление прошло по 102, приехал наряд полиции, так называемый, как раньше, вы знаете, на морях часто сюда отправляют. Раньше это был Беркут, там разные подразделения, там, значит, приехал шторм подразделения, так называемый. Местное решало. Которое прямо там на месте, ребята их вызвали, прямо там на месте, скрутила руки одному из этих ребят, которые вызвали их, просто кинула в свой бобик и увезла в райотдел. Значит, по приезду в райотдел произошла та ситуация, которую увидели ранее, то есть у людей не приняли ни заявления, ни чего там. Мало того, им угрожали здесь. Угрожали, ну, то есть понятно, что угрожали, то, что им назначили легкие телесные, это как бы норма. Вот, человек начал писать объяснение, этот следователь, который был, следователь, участковый, который... Ну, вы только что его видели. Да. Значит, начал писать вот эту филькину грамоту, которую он бросил на полдороги, и человека просто отправил. Человек 30 километров шел до своей базы. Всю ночь шел, реально. Приехали сюда разбираться, а ситуацию вы видите. Никого не нет. Никого нет? А что, никого нету здесь? Там нет. Здравствуйте. Доброе утро. Кто-то не был? Руководитель. Сейчас. Руковал? А? Не принимал. Это не был? Руководитель. Вы? Нет. Вы кто? А кто вы? Я опыт на территории. А вы на смене? Шторму вчера привозил, да. Да? А шторм этот есть? Конечно, есть. А можно как-то их убить? Сейчас как-то свяжемся. Заявление приняли у людей? Были вы в курсе вы, да? У людей заявление вы приняли? Нет. Почему? Я с ним не общался вообще. С ним не общался. Секунду, он у меня принимал? Приняли заявление? Нет. Почему? Продолжение, что у него не было документов с собой. У 102 прошло заявление человека нападения на человека. Вы что? У 102 не было заявления. У 102 звонок прошел. Секунду, он приехал, его привез сюда шторм человека. Да. Он у вас просидел тут. Принус 4 часа. За это время были составлены админматериалы? Я с ним сидел всего 10 минут. За 10? Кто им занимался? Я сидел, писал, и потом его забрали, потому что у меня было документы. Вы в курсе, что ему угрожали здесь? Нет, ему никто не угрожал. Я ему не угрожал. При нем это было? Конечно, они давили ангел. Я не угрожал. Я не угрожал. Я не угрожал. Это тоже? Я же тебе говорил сам. Я не угрожал. Секунду. За сумерение, чтобы они не слиняли. Я не слинял. Давайте сюда шторм. Вас, молодой человек, я хотел бы попросить понять, что вы там написали, какие марки вы здесь составляли, почему вы это заявление не приняли и что, что у него нет документа? Так что теперь? Потому что мне нужно документы предложения личности. Я понимаю. С его слова можете принять заявление? А как это? А если бы у него украли документы, моры, как принимать заявление у человека? Ну нет документов. Ну у него нет. Он его оставил на базе, а мы предложили ему, чтобы он... Да. Можете меня сказать? Не, не, не можем. Что вы предложили? Не предложение, а просили, чтобы моя жена приехала. В смысле? Послушай, секундочку. Вы должны понимать, как вас зовут, я извиняюсь. Меня зовут Влад. Как? Ну получится, вас Влад назвать? Влад, чтобы вы понимали, вы на мне одолжение сейчас делаете, когда вы с нами общаетесь. Мы приехали сюда разобраться, почему у человека доставил шторм, угрозы были в вашем присутствии, в присутствии полиции, человеку угрожали, человека высадили за 30 километров, он шел без копейки денег. Издевались здесь, в вашем районе издевались над человеком. Почему? В вашем присутствии, человек поясняет, в вашем присутствии были угрозы, издевательства. Как так? Вы себе можете это позволить вообще? Вы можете, если позволить? Достоверение, проверение. Почему вы принимали заявление не с моих слов, а с слова инспекторов, ваших сотрудников? Я ничьих слов не понимаю. Вы рапорт писали. Я сейчас покажу вам, подожди. Человека запугали, человек с Винницы приехал отдыхать к вам сюда, в затопу. Вы тут устроили. Ну как это не говорично, если вот стоит человек и поясняет нам. Вы думаете, мы просто так к вам приехали? Приехал ваш шторм, привез пацана молодого сюда, издевались над ним. Для чего? Для каких целей? Бросили его здесь. Он потом топал 30 километров от вас. Я не понимаю, как так? Что вы ищете? Можете выбрать? Если у вас есть телефон руководства штурма, пусть подъезжайте сюда руководить. Просто так мы это дело не оставим. Я понимаю. Просто это ужас какой-то. Как можно издеваться над людьми? Вон конфискат, который они ели. Люди поясняют, говорят, конфисковали, ходят трубочки, ходят, едят, пора я делу. Слышишь? Смотри, вон, вещдоки лежат, взяли трубочки, пораскрывали. Ели в райотделу, да? Полиция ходит, едят. Великолепно. Вот я ничего не писал. Я ничего не писал, потому что у него не было достижения. Ну что? Объясните мне. Человек вызвал полицию. Полиция его зачем-то доставила в райотдел. Непонятно для каких целей, почему они не взяли пояснение его на месте. Ладно, доставили сюда, его к вам. Теперь вы, как следователь здесь, сидите. Я не следователь. Ну кто вы? Участковый. Участковый. Человек вам поясняет, была ситуация, был конфликт, угрожали, так и так. Вы тут же продолжаете давление. При этом, я закончу. При этом, пояснение вы не собираетесь, заявление вы не принимаете у человека. Просто его выставили как щенка, и он 30 километров идет до своей базы. Это как? Я никого не вышвырил. Дело в том, что у него не было удостоверения. Мне нужно было переведение. Если у меня сейчас украдут удостоверение, я приду к вам писать заявление, что воры похитили у меня сумку с моими документами. Вы не приняете у меня заявление. Мы вам выдадим справку. Ему вы что-то выдали? Я не прошу комментарий от вас, вы не поняли. Я не интервью у вас беру. Я приехал сюда понять, как так, что это за бездействие полиции. Почему человеку не помогли? Почему вместо того, чтобы помогать, вы ему угрожали? Вы можете ли спросить? Вы конкретно. Можно удостовериться, что вы настоящий полицейский? Есть удостоверение у вас? Нет. Нет у вас удостоверения? Пока что нет. В смысле нет у вас? Вы без удостоверения находитесь? Даже справки никакой нету? Да, есть. Справочку покажите. У вас есть какие-то документы, что вы сотрудники? Да, есть. А здесь? Как удостовериться, что вы не оборотни, что вы эту форму не украли? Они без документов даже. Е-мое, вот это вахханалия. Слушайте, у вас есть еще какие-то полномочия? Есть. Какие? Можете пояснить? Есть. Кого есть. Вы только выпустились. И уже сейчас? Вот вы только выпустились с университета и уже... Что это конкретно? Расскажи мне. Вот покажи мне его. Что этот человек делал? Ну как бы принимал заявление, но принимал заявление не с моих слов, а со словом инспекторов, которые меня привезли, как бы шторм вот этим. Со стороны шторм? Я говорю, а почему вы с моих слов не пишете? А вы говорите мне, говорите, а вы вообще сидите? Я знаю, у кого принимать. Вот он начал писать. Вы вообще сидите, я знаю, у кого принимать, он говорит. Да, да, да. То есть просили данные. Вот он начал писать. Вот он. Это твои данные, правильно? Ну он унес сюда в объяснение, а другой писал себе в ежедневных мои данные. Секундочку. Вот это твои данные. Твоя имя, фамилия? Да, да, да. Отлично. Вот вы начали писать. По существу с данных вопросов поясняю следующее. Могу. Могу пояснить следующее. И на этом все, на этом вы закончили. Да. Почему? Потому что не было документов. Ну вы начали писать, вы же начали заполнять объяснения, вы внесли его данные. Все, он вам номер телефона назвал. Вы же знали, что нет документов. Вы же все-таки начали писать. А почему не закончили? И дальше, могу пояснить следующее. И дальше что произошло? А дальше пришли какие-то девушки и сказали, ты пока выйди. Сейчас девушек заявление перейдем, ты подожди. Да. У меня в коридоре перед девушками сказали мне из-за таких, как ты. Он сказал? Ну не вам, другие. Ну, после этого, ладно, опустим этот момент. Девушки, потом, что с вами произошло? Потом меня давили сюда. То есть, ну, было такое давление с их стороны. Ну, их человек 4 было точно. Да. И, ну, как бы, давили, пытались. Потом я телефон пустил, потому что нервничал. Прикалывались над тем, что может тебе шестой айфон купить, а у меня простой телефон упал. Ну, у них у всех шестой, у них нормально. Ты скажи другое мне. Что по заявлению? Потом твой итог. Потом я говорю о заявлении. Они говорят, ну, никакое заявление, куда-то поехали, кинули меня, то есть, все, ты свободен. Свободная птица. Объясните мне. Я к нему уже не подходил. Как сейчас нам действовать? Вы примите еще это заявление? Сейчас, да, мы его примем. Сейчас что изменилось? То есть, с тех пор, как он здесь был 2 часа назад? Что поменялось в ситуации? У него по-прежнему нет документов с собой. Что будем делать? Ждать на части. Я бы нужно отвечать. Зато волевое решение. Надо прокуратуру осведомить. Во-первых, человек находится в участке, в полицейском, без документов. И под руководством еще человека. Вы старший здесь? Что там со штором? Нет, не без старшего. Сейчас перезвонил номер старшего. Один есть документ, а другой есть документ. А есть у вас кто-нибудь, кто может реально в этом райотделе как-то эту ситуацию разрешить? Начальник он сейчас где-то должен быть. Вы осведомили его, чтобы подъехать? Конечно. Получи любезные, да, пожалуйста. Вы пока подумайте. Я не знаю. Какую-то версию более складную. Сложите. Какую-то версию. Может у вас есть телефончик прокуратуры местной, чтобы осведомили о том, что вы без документов находитесь в участке? Это очень важно. Даже справки у вас нет. Она не должна у вас в номере находиться. То есть ваши документы, даже справка подтверждающая о том, что вы прикомандированы, о том, что вы юнец и так далее. Две секунды я ее сейчас принесу. Две секунды вы ее принесете? Что выпустился? Давайте. Несите документы. Что-нибудь, пожалуйста, делайте. Потому что это вообще. Он спит на работе. Документов у него нет. Заявление он не принимал. Ничего не знает. Я в шоке. Я тебе покажу. Покажи. 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 Ну это вообще, вообще ничего нету. Этот вообще перепуган. Зато у всех шестые айфоны. Я знаю, где они стояли. На карты. В карты. Что они разве не так с тобой обращались как сейчас? Не, ну, то есть. Поменялась ситуация, да? Ну сейчас совсем не. Они просили райотдел, чтоб ты понимал, в райотделе сейчас нет никого, Виталик. В райотделе, то есть, ребята, чтоб вы понимали, мы приехали в это заведение чудесное, в райотделе нет никого. Один только с документами. А один вот. Второй стоит возле машины и открылся. Все. Бросили все. И начальника шторма. Людей, которые были на смене сегодня вечером. Это очень важно. Руководство, руководство шторма там, я понял. Где они базируются? Может, мы к ним подъедем? Где они находятся и базы? Где руководитель? Хорошо. Да, да, Саныч, я понял, 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 Саныч. Шторм базируется весь консенат затока. Это вы едете как на дорожные, знаете, металлхозные? Да. Вот, получается, база вот эта Солнечная. И вы прямо убираетесь. Я понял, они там живут. Вы скажите, а есть у них базы, где там руководитель сидит, его кабинет? Там все у них руководители, все картины, да? Да, там где картины вот это, там они все располагаются. Вы ночью были, вы же видели ситуацию. Можете что-то пояснить, почему так происходит? Нет, я даже не занимался, я занимался другими людьми, я просто заходил, выходил, но видел, что сидели штормовцы и общались с человеком. Я так понимаю, что грубость шторма и грубость данных сотрудников, вас в том числе, здесь норма? То есть людям просто мат через мат, понимаете? Нет, я понял, но я к людям так не отношусь. А почему ваш тогда вот этот новичок так относится? Ну он говорит мат через мат. Ну он вторую неделю работает, я не знаю, что он так работает. Во вторую неделю работает, я так себе ведем? Ну он рекомендированный, да, я не знаю. Ну как это бывает? А вы местный? Я тоже невеста, тоже рекомендированный. Слушайте, ну... Я сблизка из Белогорода. Я очень надеюсь на то, что вы посодействуете. Давайте сюда руководителя шторма... Мы ждем, руководитель сейчас подпадает, да? Минута на минуту, когда он... Что он сказал, нет? Наш руководитель, да, он где-то будет через, не знаю, в 9 июня обычно. Смотрите, я... А шторм, весь база там. Они все, люди, которые были ночью, уже сменились. Они сюда на базе... Хорошо, ну пусть сменились. Руководитель не сменился. Я вам поясняю, у нас встреча сейчас проходит, активистов. Не доводите до того, чтобы мы сейчас устраивали митинг по большей сцене. Завите сюда, пусть... Вот, это ежедина шторма? Нет, нет, это... Привычи выйти. Слышите, пожалуйста, сюда. Я первый выбор завал. Да нет, мне просто терпится. Смотрите, там дрымка... Где-то... Такая была... Пацаны были в этой штормой, если... Да, доходи дороги. У него в такси ехал... Адекуарный. И это самое... У него срок кончился уже уезжать. Он говорит, я тут буду, у меня это... Да, это база. Да не база, вот тут сразу в центре гаражи. Давайте, ну подъедьте сейчас. Адричный житель. Да какой... Гаражи, вот, Зарипова, ну, в конце Зарипова. Адричный житель. Адричный житель. Адричный житель. Я потом напишу Зарипов. И там, дорога. Министр. Да, да, да. Они говорили, хочешь, ты сейчас там номера, кого звони. Если тебе... Если тебе решишь, типа, что там номера. Решишь? Ну что... Кстати, на диктофоне где-то есть по поводу Авакова и прокурора. Да, он говорит, типа, ну да, ты на типа позвонишь. Что? Пусть дает бланк и мы уже будем писать прямо здесь, сейчас не ждать никого. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.